Доброе утро, спасибо большое за представление. Несколько слов про меня, кто я такой. Я сам из Беларуси, я родился в городе Минске, окончил Минский политехнический, уже не институт, тогда Академию переименовали ее, по безопасности дорожного движения, организации дорожного движения. А где-то в начале 2000-х годов я переехал в Швецию, делал мастерскую программу, сделал мою докторскую диссертацию и сейчас вот оказался заведующим кафедрой дорог и транспорта в Лунде. Видно мои слайды? Да, все видно, все хорошо. Мой план был такой, поговорить о трех разных темах за это время. Первое это Vision Zero, что это такое, какой опыт шведский и почему эта стратегия стала такой популярной в мире. Во-вторых, я поговорю немножко о альтернативных методах исследования безопасности. Это моя специализация. Наша кафедра довольно известна в мире именно за счет того, что мы используем другие методы, а не только аварии для оценки безопасности. И третье это безопасность велосипедистов в Швеции, но эта тема очень большая, поэтому я ограничил одним вопросом, это одиночные аварии, падение велосипедистов. Это проблема, которая стоит очень остро в Швеции, и я думаю, она стоит точно так же остро и в других странах, просто об этом никто не знает. Ну, начнем с Vision Zero. Швеция, вы знаете, где находится, и Лун находится на самом-самом юге. Швеция, в принципе, для нас, Стокгольм, это где-то далеко, а Копенгаген, это полчаса на электричке. Поэтому, когда, или во времена до пандемии, для нас ездить в Копенгаген на выходные, это было совершенно обычное дело. История шведской дорожной безопасности. Со времен появления автомобиля, их число, в принципе, росло постоянно и продолжает расти. Практически прямая линия, и никаких изменений незаметно. То есть мы ожидаем, что еще больше автомобилей будет. Несмотря на все усилия, чтобы ограничить число автомобилей, в принципе, это не очень удается. Что касается безопасности числа погибших, то в начале был очень острый, очень быстрый рост. Число погибших, который достиг пика где-то в 70-е годы. И в это время общество осознало, что это большая серьезная проблема, с которой нужно работать. И, в принципе, с тех пор начался спад, началось снижение аварийности, снижение числа погибших. Но это такая долгосрочная работа. И несмотря на то, что Швеция одна из лучших стран по безопасности в мире, в принципе, мы не считаем, что результат достигнут. Еще достаточно много нужно и можно сделать. Достаточно интересный такой загогулина. Как раз на пике аварийности был один год, когда число погибших упало где-то на 15%. И причина этого была достаточно интересная. В 1967 году Швеция поменяла правила и перешла с левостороннего движения на правостороннее движение. Первый день, когда эти правила стали действовать, город выглядел примерно вот так. Полнейший хаос никто не знал. Все как бы знали, что нужно делать, но все равно получился полнейший бардак. И, как результат, все были осторожны, все были внимательны, все ездили чуть помедленнее, смотрели вокруг. И это привело к тому, что, в принципе, число аварий было ниже. Но, как только все опять разобрались, что к чему научились, то цифры вернулись на прежний уровень. Поэтому у нас такая профессиональная шутка, что если хочешь достигнуть безопасности, нужно каждый год менять слева, направо и наоборот. Что касается Vision Zero, это было парламентское решение в 1997 году, которое приняло долгосрочную стратегию. Долгосрочная цель в Швеции – это ноль смертей и серьезных травм, полученных на дорогах. Звучит очень красиво, но не очень понятно, как это нужно делать. И было сразу очевидно, что эта цель должна разбиваться на более мелкие цели. Поэтому краткосрочная цель была за ближайшие 10 лет снизить аварийность на 50%. И это уже такая историческая диаграмма, когда приняли Vision Zero, зеленая линия – это как должно все было улучшаться, прогноз или план, а черная линия – это как все на самом деле развивалось. Ну и, в принципе, за 10 лет мы оказались там же, где и были. Около 500 погибших было в начале периода и 480-70 в конце периода. То есть совершенно не удалось сделать то, что планировалось, но много чему научились. Один из уроков был в том, что кроме красивой цели нужно тоже иметь план действий, что именно нужно делать конкретно в следующий год, в ближайшие 5 лет, в ближайшие 10 лет. И поэтому, когда Vision Zero обновилась в 2007 году, опять новая цель была достигнуть снижения на 50% к 2020 году. И тут я могу сказать, что мы, в принципе, достигли эту цель. 2020 год еще не закончен, но, в принципе, мы очень близко к этому снижению на 50%. Но то, что было новое, добавилось около 15 целевых показателей. То есть от очень общей цели мы перешли к очень конкретным задачам, к очень конкретным показателям, которые можно измерять каждый год и можно оценивать, идем мы в правильном направлении или нет. И если направление не очень правильное или нету снижения, то это означает, что нужно предпринимать дополнительные меры, дополнительные усилия в этом направлении. Это не все показатели, но некоторые примеры. Например, не меньше 80% водителей должны соблюдать скорость. 99,9% водителей должны быть трезвыми за рулем. 99% используют ремни безопасности. Это что касается участников дорожного движения. Но также есть показатели, которые относятся к инфраструктуре. То есть, например, была поставлена задача, что дороги, где скорость 80 км и выше, должны быть с физическими разделениями в середине. То есть встречные потоки не должны иметь возможность столкнуться. И это очень большая работа, очень много нужно строить, перестраивать. Поэтому 100% достигнуть в короткое время не удастся. Но вот 75% дорог должны были быть построены. Основные принципы Vision Zero. Основа – это моральная аксиома, что это ненормально, что люди на дорогах убиваются. Это отличается от традиционного подхода, когда есть какая-то экономическая целесообразность, что вот снизить на… иметь 100 погибших – это мы на это деньги имеем, а вот снизить дальше, чтобы было только 80 погибших, нам денег не хватает, поэтому мы не будем этим заниматься. Тут цель стоит очень конкретно. Мы будем вкладывать деньги, усилия, работать с безопасностью, пока мы не достигнем ноль погибших на дорогах. И, в принципе, такой подход работает, если мы посмотрим на авиатранспорт. И сравним число пассажиров с числом аварий, числом погибших, то, в принципе, Vision Zero на авиатранспорте практически достигнут. Мы слышим, возможно, одна-две аварии в год. И это очень-очень низкие цифры по сравнению с тем, какой объем перевозок происходит на авиатранспорте. Поэтому такой подход реален, возможен, и он применяется в дорожном транспорте также. Также Vision Zero смещает фокус, на какие аварии мы должны ориентироваться. Обычно, говоря про безопасность, мы имеем в виду все аварии. Но если мы отталкиваемся от Vision Zero, то все аварии неинтересны. Нам важны аварии, в которых люди гибнут, либо получают серьезные ранения. Поэтому вместо того, чтобы разбрасывать ресурсы на предотвращение всего, мы фокусируемся только на очень тяжелых, сложных авариях. Именно они должны быть предотвращены в первую очередь. Мотивация, объяснение такая, что ранение, либо смерть – это проблема здоровья нации, а аварии, где только железо пострадало, либо автомобили, либо дорожная какая-то инфраструктура – это проблема денежная. И денежные потери – это можно восстановить, а здоровье потерянное восстановить нельзя, погибшего человека вернуть нельзя. Также важный принцип – это перераспределение ответственности. Если вы посмотрите в учебники по безопасности, обычно там написано, что 95% аварий по причине человеческой ошибки. Ну и решение вытекающее. Ну, во-первых, ну какие же они все тупые. Все было так замечательно, а вот этот вот взял и сделал так неправильно. Побежал на красный свет, перелез через забор, разогнался, не посмотрел в зеркало и так далее. Другое решение – это штрафовать, либо наоборот учить, чтобы водители были более хорошие водители, безопасные, либо обучение детей в школе правилам дорожного движения. Ну и все это работает, конечно, но не очень хорошо. Особенно обучение. Есть даже такие исследования, где наоборот показывается, что дети, которым специально преподавали правила в школе, они более подвержены попаданию в аварии. Причина в том, что родители верят, что ага, ну теперь-то они знают, как там правильно дорогу переходить, и не особо следят, что дети делают, отпускают их самих. И в результате больше аварий с этими детьми. То же самое с водителями, которые проходят специальные дополнительные курсы. Они думают, что они лучше, чем средний водитель, но на практике происходит, что они берут большие риски, ездят с более высокой скоростью и так далее, потому что верят в то, что они более хорошие водители. Ну и третье решение, которое вытекает отсюда, нужно упрощать. Если люди делают ошибки, то нужно упрощать задачу. Нужно дороги делать прямее, шире, нужно обочины делать. И опять же, это не работает. Есть такой феномен, поведенческая адаптация, когда вроде хотели как лучше, а люди изменяют свое поведение. И если дорога шире, прямее, то довольно естественно, что водители начинают ехать быстрее. И как результат это все перечеркивает возможные улучшения безопасности, которые могли бы быть достигнуты. Вижен-зиро говорит о том, что ответственность не только на участниках движения. Да, они должны соблюдать правила. То есть асоциальное поведение, когда садишься пьяный за руль, например, или когда разгоняешься и ездишь 30-40 км в час выше, ограничение скорости, да, это совершенно неправильно, это должно караться. Но есть также организаторы движения, люди, которые формируют дорожную систему. И это их ответственность сделать дорожную систему таким образом, чтобы за ошибку не нужно было расплачиваться жизнью. Люди делают ошибки, люди будут делать ошибки, мы не можем поменять человеческую натуру, поэтому система должна быть прощающей. и это, в принципе, существует объективное ограничение в том, как эта система должна быть сформирована. Одно из ограничений – это биомеханика. Человек хрупкий, то есть человеческое тело хрупкое. Не знаю, видели ли вы вот этот проект «Грехом Проджект». В Австралии они сделали такой макет человека. вот этот человек выжил бы в авариях. То есть они усилили все самые слабые части человеческого тела, чтобы этот пережил столкновение внутри автомобиля. Ну и что происходит? Толщина лба 10 сантиметров, нет шеи, два ряда ребер и так далее. На самом деле мы выглядим не так. То есть человеческое тело, чтобы его сломать, там не особо-то большие силы нужны. И, в принципе, уже достаточно информации, достаточно данных, при каких скоростях, например, очень высокая вероятность того, что человек погибнет. Для пешеходов, например, столкновение при скорости выше 30 км в час, вероятность смерти растет очень быстро. Для боковых, лобовых столкновений скорость немного выше, но тоже есть ограничения. И очевидно, что лобовое столкновение при 100 км в час практически никто не выживает из них. И это означает, что систему нужно формировать таким образом, чтобы эти скорости или столкновения с такими скоростями не происходили. То есть в тех местах, где есть незащищенные участники дорожного движения, пешеходы, велосипедисты, скорости не должны превышать 30 км в час. И такое вот пространство выглядит примерно так. Это узкие дороги, множество ограничений для автомобилей, это лежачие полицейские постоянно. То есть тут хозяин, это хозяева, это велосипедисты, это пешеходы, а автомобиль тут гость. И само пространство, дизайн пространства не должен позволять разгоняться на высокие скорости. Если мы говорим о перекрестках, то опять же перекресток должен заставлять водителей уменьшать скорость в тех местах, где происходит контакт с велосипедами либо пешеходами. На этом примере эти круговые развязки, маленькие по размеру, они заставляют сами по себе снижать скорость. Кроме того, там, где переход, переезд, обычно устанавливаются лежачие полицейские, либо приподнимается переход, что опять же заставляет снижать скорость. Ну и тоже вы видите, что разделены полосы. То есть при пересечении пешеход либо велосипед они взаимодействуют только с одной полосой. То есть для них задача упрощается, проще поймать этот контакт глазами и договориться. Ага, я еду, ну ты останавливаешься. И вообще как бы снижение скорости, оно создает совершенно другой микроклимат, когда водители вместо того, чтобы думать, что велосипеды это ноты, которые мешают мне, они мешают мне тут ехать, они мое им пространство занимают. На низких скоростях вдруг возникает контакт между людьми. Они друг друга видят и вдруг понимают, что это же тоже человек, ему тоже надо проехать. Поэтому не нужно быть агрессивным, не нужно толкаться, не нужно переезжать этого человека. Это такой же человек, как и я. Так, 50 километров – это ограничение скорости в городах. Даже сейчас идет разговор о том, чтобы снизить до 40 километров в час. А если же перекресток на дорогах с более высокой скоростью, то не должно быть пересечений под 90 градусов. То есть сейчас все эти перекрестки, они перестраиваются на круговые развязки, потому что там угол не 90 градусов, а угол такой слияния. То есть они, два потока, сливаются под гораздо более острым углом. И видите, вы тоже под этой развязкой проходит специальный туннель для велосипедистов. То есть совершенно разделены потоки. Если автомобильная скорость высокая, то велосипедистов там быть не должно. Для них должно быть отдельное отделенное пространство. Ну и последнее ограничение скорости – это 70 километров в час. Это встречные потоки, либо жесткие объекты на обочине. Столбы, деревья и так далее. И причина очевидна. Если на большой скорости въехать в жесткий объект, столб, он практически разрезает автомобиль как нож. И когда столб попадает внутрь, в кабину, то в принципе тут уже ничего сделать невозможно. Никакая техника, никакие airbag или ремни безопасности тут уже не помогут. То есть единственное решение – не позволять подобным столкновениям проходить на высоких скоростях. И шведское решение – это, опять же, разделение встречных потоков. Огромное количество дорог перестраивается на вот такие решения, когда всегда существует разделение в середине между потоками, и когда на обочине есть какие-то деревья, столбы, то они тоже ограничиваются ограничениями. И потом через несколько километров добавляется иногда дополнительная полоса, чтобы сделать обгон, но разделение встречных потоков постоянное. И немного про разделение. Еще раз. Разделение, которое работает, это разделение физическое, то есть, которое нельзя обмануть, через которое нельзя проехать. Это должны быть барьеры, ограждения в разных уровнях, как угодно, но это не разделение, которое можно проехать. То, что не работает, либо работает плохо, это разделение во времени, то есть светофоры, например. Задумка вроде бы хорошая, но всегда найдется кто-то, кто либо прозевает красный свет, либо из-за агрессивного поведения, поедет на красный. То есть, это недостаточно эффективно. И не работает разделение пространством, то есть делать широкие полосы, делать широкие обочины, посеять траву в середине автомагистрали. Это все не работает, потому что через все это можно проехать. Широкие обочины используются для обгона, То есть, люди начинают использовать совершенно не так, как задумывалось. Ну, и последний вопрос. Для кого улицы наших городов? Они для машин или же они для людей? И опыт многих городов в Швеции, ну, и многих европейских городов в том, чтобы нужно забирать пространство обратно от машин и давать его людям. Эти два снимка – это Лунд, это самый центр города, исторический центр. Тут и собор тысячелетней давности, и старые двух-трехсотлетние застройка. И, как видите, в 60-е годы было множество машин. То есть, самая центральная улица, четыре полосы во всех направлениях, а сейчас этого нет. Центр города полностью закрыт для частного транспорта. Единственное, что позволяют, это общественный транспорт, автобусы и такси. И ощущения совершенно другие. То есть, люди приходят, люди пользуются этим пространством, люди садятся на скамейки, наслаждаются солнцем, едят мороженое. Это все приятно, и это все также безопасно. То есть, не нужно особо волноваться, когда ты находишься в этом пространстве. Родители могут отпустить ребенка, перейти через дорогу, не переживая, что ребенок погибнет под колесами. И это еще один снимок из Лунда. Лунда – это наша железнодорожная станция. То есть, люди не приезжают на автомобили, пересаживаются на поезд, а люди приезжают на велосипедах. И, в принципе, сейчас у нас довольно острая проблема найти парковку для велосипеда. Несмотря на то, что эта парковка растет, строится, новые места появляются, достаточно сложно найти место, чтобы оставить свой велосипед. Но это такая приятная проблема. Наталья, как у меня со временем? Ну, еще немножко времени есть, но это самая, наверное, главная часть, поэтому хотелось бы, конечно. Хорошо. Ну, я немножко тогда ускорюсь. Хорошо. Альтернативные методы. Традиционно безопасность меряем мы числом аварий. Но проблема в том, что, во-первых, не все аварии попадают в базы данных, не всегда приезжает полиция, некоторые аварии или пострадавшие люди только обращаются в госпиталь. Есть проблема с данными, есть общая проблема с тем, что, когда безопасность становится лучше, меньше аварий для анализа. И если посмотреть сейчас в Швеции на одиночный перекресток, в принципе, ничего не понятно, потому что одна авария в пять лет, и так а в чем же причина? А что делать? Не хватает просто данных. В то же время происходит множество взаимодействий в транспорте, которые обычные, которые никак не опасные. И это огромное количество таких взаимодействий каждую минуту происходит. Но задумка такая, что между этими двумя окраинностями совершенно обычные взаимодействия и аварии есть какой-то такой промежуточный слой, когда ситуации, которые опасные, которые ощущения, ой, блин, вот это вот плохо было, вот это нехорошо было, это близко было, почти авария. Но эти ситуации, они похожи на аварии, но в то же время они происходят намного чаще. И у меня есть несколько примеров таких. Женщина с коляской. Как видите, ситуация, когда очень близко, когда почти столкновение, но в то же время особо-то ничего не произошло в конце, никаких последствий нет. Поэтому такие ситуации нигде не регистрируются, а мы об этом обычно не знаем. Но они происходят достаточно часто. То есть при шведской безопасности где-то одна-две ситуации в день. Я делал подобные исследования в Беларуси. Там где-то 5-6 ситуаций в день происходят. То есть, в принципе, достаточно много таких ситуаций можно собрать за неделю просмотра. И сравнить. Вот эта статистика аварии за три года, две аварии, в принципе, не очень понятно, что из-за чего. Если почитать, что там написано полицейскими, ну да, они столкнулись. А что из-за чего, когда, почему, какие обстоятельства, этого ничего нет. Если посмотреть пять дней конфликта с того же самого места, то видно, что гораздо больше ситуаций можно находить определенные закономерности. Например, много ситуаций, когда автомобиль поворачивает направо, а велосипедист пытается проехать прямо. Это происходит в разных углах, в разных въездах в перекресток. Ну и кроме того, есть само видео. То есть можно посмотреть, какие же были обстоятельства. Возможно, там был автобус, например, который загородил видимость. Не видно было для водителя, что происходит. И потом он уехал, и все. С видео такие дополнительные факторы, все это можно посмотреть, понять. И это также очень хороший инструмент для общения с теми, кто принимает решения. Одно дело, когда показываешь статистику, цифры, ну да, да, понятно. А другое время, когда, другое дело, когда показываешь вот так, пять минут таких вот, нарезка таких ситуаций, и одна в одну, одни те же ситуации происходят, одна за одной. А, ну да, значит проблема, да, значит этим и нужно заниматься. Ну и проблема, главная проблема для исследования, для исследователя, а как же их найти? Потому что если пять ситуаций в день, то это как пару часов между ними. Как же их найти? В старые добрые времена, ну, инженер пойдет на перекресток и будет там стоять десять часов. И, конечно, тут проблема в том, что и устаешь, и внимание пропадает. Обычно смотришь в одну сторону и так краем уха слышишь, а кто-то там затормозил. Что-то произошло, но я не видел. Постепенно это все заменилось камерами. Вместо того, чтобы стоять неделю на перекрестке, мы вешаем камеры, делаем запись. Но сама проблема найти ситуации, она остается у человека. То есть нужно неделю видео просмотреть. И последнее технологическое развитие – это разного вида видеоанализ, когда компьютерные программы анализируют видео, находят, что же там двигается, категоризируют, кто это был, какой тип участника дорожного движения. И эта программа может также делать такие триггеры, говорить, что вот сейчас что-то такое произошло, что тебе надо бы посмотреть. Такие программы, конечно, не идеальные, но они сокращают время достаточно много. То есть можно загрузить неделю или даже несколько недель видео, и потом на следующий день приходишь, говорят, вот сейчас тебе ситуации, посмотри, из них некоторые будут достаточно интересные и релевантные. И последнее, что я хотел сказать про саму безопасность в Швеции, про безопасность велосипедов. То, с чем мы сейчас работаем, очень много – это проблема травм из-за падения велосипедов. Этот график показывает распределение серьезных травм по разным типам аварий. И как вы думаете, какие аварии самые частые, какие причины травм самые частые? Падение. То есть более 60% серьезных травм. И серьезные травмы мы говорим о том, что человек как минимум несколько дней провел в больнице. То есть это уровень, как минимум, сломанные кости, переломы, сотрясение мозга и так далее. 60% подобных травм происходит, когда не было никакого столкновения с автомобилем. То есть велосипедисты сами либо упали, потеряв баланс, либо столкнулись с чем-то. И существуют также и фатальные аварии, когда люди гибнут в таких ситуациях. Ну и причин много, конечно. Это и снег, лед, когда недостаточное сцепление, люди падают. В Швеции мы используем достаточно много гравий для того, чтобы посыпать лед, чтобы улучшить сцепление. Но проблема в том, что зима прошла, а гравий остался. Поэтому весной, в апреле, марта, апрель, когда снег сошел уже, а вот этот песок лежит, то можно заметить пик травм, когда люди падают, поскользнувшись на вот этом песке на асфальте. Также короткий период. Вот сейчас, в ноябре, когда падают листья и идет дождь, все это такое скользкое месиво лежит на асфальте. Тоже заметен пик, когда люди падают. Ну и различного рода дурацкие ошибки, когда ставят столбы в середине велосипедной дорожки, бордюры. Я думаю, вас не удивить таким. Эти снимки это из Минска, но я думаю, и в России тоже самое. Вы можете найти достаточно примеров, когда велосипедная дорожка вдруг исчезает, или в середине вдруг стоит бордюр, или какие-то знаки, которые бьют велосипедиста в голову, если недостаточно пригнулся. Я думаю, таких примеров вы найдете достаточно много. Но в чем проблема? Главная проблема в том, что если не знать об этом, проблемы не видно. И если посмотреть шведские данные, традиционные данные из полиции, около 10% подобных аварий зарегистрированы полицией. Все остальное 90% только в госпиталях. И в Швеции, на счастье, у нас база данных аварий, она соединяет полицейские протоколы и данные из госпиталей. Имея доступ к медицинским данным, это совершенно поменяло взгляд на то, что же основные проблемы. И, к сожалению, Швеция, она в этом плане уникальная. В Нидерландах, по-моему, они пытаются сделать что-то подобное, но во всех других странах в мире доступ к медицинским данным либо совершенно невозможен, либо очень ограничен. И поэтому эти люди, которые травмируются на велосипедах, они попадают в госпиталь, там какие-то записи существуют, но об этом не знают те, кто занимается планированием, кто занимается безопасностью велосипедистов. И такие вопросы, как убрать ямы, почистить песок, убрать листья осенью, посыпать песком или солью велодорожки, когда снег, лед лежит, это не является приоритетом, потому что считается, что основные аварии происходят из-за столкновения с автомобилем. Но если добавить данные из медицинских данных, то масштаб проблемы совершенно другой, пропорции проблем совершенно другие. И, Наталья, вы говорили, что Анна будет рассказывать вам в декабре про то, как этим занимаемся. Сейчас, в принципе, в Швеции приоритет, я бы сказал, лежит именно в том, чтобы работать с вот этими вот одиночными авариями велосипедистов. Ну, а мы в Лунде, мы очень любим вот эти почти аварии, поэтому мы начали работать также с концепцией почти падения. То есть мы устанавливаем сенсоры на велосипед, либо на самого велосипедиста. Это может быть либо мобильный телефон, либо какой-то фитнес-браслет, который отслеживает, что происходит. И когда человек теряет баланс, теряет стабильность, это может быть падение или может быть просто, когда почти-почти упал, но как-то там чудом удержался на колесах. Такие ситуации можно вычитывать, можно находить в этих данных, которые выходят из сенсоров. И потом это можно накладывать на карту и смотреть, в каких местах такие ситуации наиболее сконцентрированы. И, возможно, там какая-то проблема, возможно, там неровность, возможно, там какой-то бордюр дурацкий стоит, либо в таких местах нужно заниматься убирать лед, песок и так далее. Вот что я хотел вам показать, рассказать сегодня. Вопросы? Да, спасибо большое, Алексей. Очень интересно. Мы немножко, конечно, больше времени потратили. Надеюсь, сейчас постараемся мы с вопросами достаточно быстро разобраться, хотя их уже много, честно говоря. Я начну с первого. Это вопрос от Натальи Быстрянцевой. Наталья, поправьте меня, если я неверно истолковываю. Это вы из ИТМО, насколько я понимаю. Правда, я думаю, что это вопрос скорее не к Алексею, но, может быть, вы прокомментируете, а мы для себя отметим, что это интересная тема на будущее. Итак, Наталья занимается образовательной программой по световому дизайну, и в данном случае делается концепт освещения Санкт-Петербурга. Интересно, как ведутся работы по созданию и контролю освещения велосипедных дорожек. Очень интересный вопрос. У нас как раз есть проект на эту тему. То, что мы делаем сейчас, это мы работаем вместе с Environmental Design. Как это перевести? Дизайн окружающей среды. То есть специалисты по освещению. В принципе, сейчас задача стоит для тех, кто работает с освещением, перейти на лампы, которые энергосберегающие, но в то же время качество освещения должно остаться хорошим. Или остаться... Но что значит хорошее освещение? То есть мы занимаемся тем, что в темное время суток мы отправляем пешеходов, велосипедистов пройти определенный маршрут. И после этого они получают огромное количество вопросов по как оно чувствуется. Чувствуете вы себя безопасно? Чувствуете вы себя уверенно? Такие множество психологических вопросов. И в то же время мы с помощью камер меряем, как именно они выбирают свое положение на дорожке. И тут... Это нелегкий вопрос ответить, какие же лампы на самом деле правильные, потому что сильные лампы не всегда означают хорошо. Иногда возникает такой эффект, что, например, под лампой, как аквариум, очень сильно освещенный такой конус появляется, когда ты себя чувствуешь совершенно... Тебя хорошо видно, а все, что находится вокруг, совершенно не видно. И потом ты выходишь из этого конуса, попадаешь в темное пространство, потом доходишь до следующей лампы, опять попадаешь в такой аквариум. То есть... Я бы сказал так, что нужно делать... Evaluation? Оценку. Оценку, да. То есть это не что-то такое, что можно решить, сидя за столом. То есть нужно пробовать. Нужно пробовать. И причем... И погода меняется. Например, как лампа ведет себя в тумане, как она ведет себя, когда чистый воздух, как она ведет себя, когда дождь. Все это нужно пробовать на практике. Не знаю, немножко сумбурный ответ. Я сам не специалист по лампам, но мы работаем очень тесно с ними, и для меня это очень интересный вопрос. Спасибо большое. Может быть, если вы можете потом оставить какую-то ссылку, или где еще Наталья могла бы поискать, мы бы ей передали. Хорошо. И следующий вопрос. У нас несколько вопросов от Константина Мазейна, поэтому мы их будем перемежать другими. Честно говоря, я тоже зацепилась за фразу про 70% велосипедистов, которые используют шлемы. Вопрос Константина, как была поставлена эта цель, были ли какие-то исследования в связи с использованием шлемов и смертностью, и как сейчас обстоят дела с достижением этой цели, удалось ли ее достигнуть, есть ли какая-то оценка вклада фактора ношения шлема в общую статистику смертности. Ну, цифра 70%, потому что понятно было, что достигнуть 100% нереально. Сейчас закон такой, что дети до 16 лет должны носить шлем, а для взрослых это не обязательно. Это не потому, что в 16 лет голова становится тверже, а потому что считается, что заставить людей носить шлем достаточно сложно. То есть заставлять полицию, например, штрафовать за неношение шлемов, ну, это трата ресурсов, которая неэффективна, есть более важная проблема. Поэтому вместо этого задача ставится вырастить поколение, для которых ношение шлема натурально, естественно. То есть дети, которые постоянно носили шлем, надежда в том, что в 16 лет они не перестанут носить шлем, а будут продолжать. Шлем, он, да, действительно эффективен, он сохраняет голову, но есть проблемы в том, что если заставлять, если вести это как закон, например, в Австралии обязательно ношение шлемов, но есть некоторые исследования, которые говорят о том, что это влияет на желание людей пользоваться велосипедом. То есть это еще один дополнительный фактор, который отталкивает от того, чтобы пересесть на велосипед. Да, ну, пожалуй, так я отвечу. Да, спасибо большое. Спасибо. Да, я просто тоже совершенно недавно смотрела выпуск некого урбаниста российского из Саратова, по-моему, который ездил по Швеции, и как раз в Стокгольме он комментировал, что вот так много людей в шлемах, и это антиреклама велодвижению, потому что это говорит, мол, подсознательно о том, что велодвижение опасно. Хотя, конечно... Да, да. И кроме того, были тоже исследования, которые смотрели, как водители относятся к велосипедистам со шлемами, и они относятся более агрессивно. То есть когда объезжают, например, то меньший зазор берут, потому что, ну, он же защищенный, и чего там с ним будет. Поэтому это такой вопрос, ну, неоднозначный, я бы сказал. То есть хорошо, если человек добровольно пользуется шлемом. Да, хорошо. Но вот заставлять это не очень эффективно. Спасибо. Вопрос от Дмитрия Баранова, точнее, скорее, такое рассуждение, да, комментарий. В России в городах массово устанавливают пешеходные ограждения, которые должны направлять пешеходов на переходы. Но по факту часто имеют разрывы и мешают выходить из припаркованных машин. Кроме того, они нарушают видимость. Как вы можете прокомментировать вот такой подход к организации движения? Ну, мое ощущение, что в Восточной Европе эти все ограничения, они, или заграждения, они используются слишком много. То есть, когда от одного пешеходного перехода до другого нужно пройти километр, это вполне естественно, что люди начинают бегать, перелезать через забор и бегать через улицы. Это просто такой пережиток системы, когда считается, что в первую очередь должны проехать автомобили, а пешеходы, ну, ладно, с барского плеча мы им тут вот тут разрешим им перейти и вон там разрешим им перейти. На самом деле, люди всегда будут выбирать кратчайшее расстояние. То есть, пройти вот так вот, километр в одну сторону, а потом вернуться обратно, чтобы достигнуть, когда вот он, вот он дом на другой стороне. люди будут бегать. И поэтому тут не помогает ругаться, тут не помогает штрафовать. Эта проблема, она не решается заграждениями, они будут делать это. Вместо этого нужно думать, а на самом ли деле нам необходимо столько автомобилей, на самом ли деле нам необходимо столько полос на самом ли деле мы должны позволять автомобилям разгоняться до таких больших скоростей. И установка пешеходных переходов часто и с дополнительными физическими ограничениями скорости, это вот один из способов решения проблемы. Оно повышает, оно делает более комфортным движение для пешеходов, более короткие расстояния, оно повышает безопасность и в то же время это также позитивный сигнал, что это город для людей, это не город для машин, это город для людей. Спасибо. Еще один комментарий. Вопрос от Константина Мадзеина, который напомнил нам, что разделители на дороге называются отбойниками и спрашивает, какие конструкции лежачих полицейских вы считаете наиболее удачными, как примеры горизонтальной неровности, я так понимаю, что сужение дороги, имеется в виду, изгиб дороги, шикан, так далее. Ну, в принципе, все они работают и можно поискать, есть такие каталоги, где все эти размеры прописаны. в Швеции немножко хаос. Каждый муниципалитет, они свой дизайн делают, то есть нету какого-то государственного стандарта, а каждый муниципалитет делает по-своему, но в принципе они все работают, то есть некоторые более жесткие, некоторые помягче, некоторые более эффективные, некоторые помягче, время от времени пытаются собрать данные вместе, сравнить друг с другом, которые в них лучше. Но задумка такая, что идеальный лежачий полицейский должен быть достаточно комфортным, если проезжаешь его на низкой скорости и достаточно дискомфортным, если проезжаешь его на высокой скорости. Где-то в 70-е годы даже был такой вариант, когда они такие резиновые были, то есть на него если наезжаешь, то он прогибается медленно под тобой, а если на большой скорости, то он не успевает, ну и такой получается толчок под задницу. Довольно много вариантов, но я бы сказал так, лучше сделать хоть какой-нибудь, чем никакого. Спасибо большое. Позвольте мне один вопрос маленький, можно? Да. У меня к Алексею вопрос все-таки по поводу электросамокатов, электровелосипедов и всего, что летает, гоняет по тротуарам, по дорогам. Какие нормы законодательства в Швеции есть? Как это регулируется? Это очень важно. Да. Это большая проблема, новая проблема для нас, поэтому законодательно пока никак. Они просто одним прекрасным утром вдруг появились. Никто к этому не был готов. ну да, мы видим по медицинским записям очень много людей, которые травмируются, причем травмируются опять же, сами падают. Очевидно, что сама конструкция самокатов пока еще несовершенна, то есть маленькие колеса, даже если наезжаешь на совершенно небольшое препятствие, какой-то маленький камешек, то люди перелетают, ударяются лицом. недавно я считал совершенно, что намного чаще травмы такие вот лицевые кости разбиваются. Обычно с велосипеда люди успевают подставить руки, а тут не успевают. Также проблема в том, что их кидают где угодно, то есть вот у меня даже коллега, он сломал руку очень серьезно, там шурупами ему закручивали, ехал вечером и на велосипедной дорожке лежал этот самокат, он его просто не видел и въехал, перелетел и очень серьезная травма. С этим сейчас стали бороться в принципе эти вот компании, которые занимаются этим шерингом, они открыты для для работы вместе. И сейчас вот в Мальме, большой город возле Лунда, там они сделали такое, что самокат можно оставить только в определенной зоне, то есть если ты его бросаешь где-то вне парковочной зоны, то тебе приходит штраф, потому что у них есть, они знают, кто этот самокат взял, есть кредитная карточка, поэтому приходит довольно большой штраф. А есть специально обозначенные зоны, если оставляешь его там, то в принципе все нормально. Также непонятно, действительно непонятно, где им место. Они должны быть на велосипедных дорожках, на велосипедных полосах, с автомобилями, с пешеходами, действительно непонятно пока. Но я знаю, что несколько проектов таких научных сейчас происходит, где они пытаются разные варианты дизайна и посмотреть, что будет. То есть пока это такая работа в процессе. Спасибо. Спасибо. У нас много еще вопросов, но вот по тому, что уже было сказано, комментарии, во-первых, от Дмитрия Баранова, что все-таки отбойник это обывательский водительский сленг, по-настоящему это называется барьерное ограждение. Спасибо. И тоже по уже заданному вопросу, комментарии или вопрос от Амира Амировой. Мы все слышали про Хевдинг или многие из нас, надувной шлем. Кстати, тоже из Лунда. Да, да. Насколько они популярны, насколько часто их используют. Я знаю, что они очень дорогие. Ну, как, не очень дорогие. В принципе, да, популярные, много кто использует ими, пользуются ими. Мое мнение, единственная проблема там в том, что его постоянно заряжать надо. то есть, если ты его одел, но он не заряженный, то смысла нет. И опять же, вот мой коллега, который сломал руку, он ехал с Хевдингом, но он забыл его включить. То есть, повезло, что он головой не ударился, он ударился локтем, но это как бы естественная ситуация, когда спешишь и что-то там не так подключил, не включил, забыл зарядить. Это дополнительный шаг, который нужно сделать, чтобы оно все работало. Но они, да, действительно эффективны, они действительно такие классические сценарии аварий, они отрегулированы, они действительно работают. Ну да, можно использовать. Но обычный шлем хорош тем, что если ты его одел, то все, можно быть уверенным, что он сработает. В начале Хевдинга там были у них проблемы в том, что, например, с бордюра если слезаешь, такой резкий удар, они срабатывали из-за этого. Сейчас вроде бы решили эту тему. И еще, чтобы их объем использования увеличить, есть такой договор у тех, кто, у производителей со страховыми компаниями. То есть, если был какой-то страховой случай, авария, и этот Хевдинг активировался, то производитель бесплатно его заменяет. Спасибо. И еще вопрос от Константина Мазейна. Вы говорили, когда показывали как раз изменения улиц, например, у центра Лунда, снижение скорости меняет микроклимат. Это хороший, интересный тезис про психологию восприятия других участников дорожного движения в зависимости от скорости. Встречали ли вы какие-то исследования на эту тему? Может быть, вы можете подсказать? Или, опять-таки, в конце, может быть, мы можем передать ссылки каким-то участникам на эту тему? Ну, подобные исследования в 90-е года происходили, когда вот начали в большом объеме внедрять вот эти снижения скорости, маленькие кольцевые развязки, очень много было исследований, когда именно наблюдения, то есть одно дело построили, а потом пришли и вот пару дней провели, посмотрели, как же оно все работает. Так, навскидку, я вам не скажу, что конкретно почитать, но это можно найти, можно найти. Спасибо. И несколько вопросов у нас о транспорте в целом. Амира Амирова из Комитета по туризму Ленобласти, если я правильно помню, спрашивает, в связи с пандемией в больших городах актуально ли решение пользоваться общественным транспортом, ограничив передвижение частного транспорта? Ну да, сейчас это проблема, конечно. У нас тоже есть тут центр по исследованиям общественного транспорта, они за голову хватаются, потому что действительно официальные рекомендации медицинские в том, что не пользуйтесь общественным транспортом. И проблема будет, скорее всего, долгосрочной, то есть люди отвыкнут пользоваться общественным транспортом, найдут другие варианты и потом вернуть их обратно будет сложно. Я думаю, что они вернутся, конечно, но это займет, может быть, пару лет после пандемии. Но вот что мы видим, есть повышение путешествий на велосипедах. Люди пересаживаются на велосипеды. В принципе, лунд у нас зима такая не очень жесткая, поэтому велосипеды круглый год используются. и заметно, что растет число велосипедистов. Ну и многих других европейских городах, где традиционно не было хорошего велосипедного движения, как Париж, вот такие вот, там это для них действительно окно возможностей, когда забирают полосы от частного транспорта, от автомобилей и отдают им велосипедистам. И это опять же будет иметь долгосрочные последствия. Потом, чтобы опять отобрать велосипедистов, это будет большие дискуссии и, конечно, надежда в том, что велосипедисты, получив это пространство, с ним и останутся. У них не отберут обратно. да, спасибо. И еще тоже вопрос по транспорту. В целом, есть ли, это от Анны Кузьминой, есть ли в городах, я так понимаю, шведских каршеринг? Насколько он популярен? Ну, есть, в принципе, пользуются. Я сам смотрел, как бы мне интересно было где-то в 2005-2006 год, в то время это было не очень выгодно, то есть довольно большие цены, в то же время, когда нужна тебе машина, то в принципе нету машин, потому что это были такие первые компании, там 100 машин на город, у них, конечно, не хватает на всех, и все хотят в субботу на дачу поехать, то и нету машин. Сейчас вроде бы это все расширилось, особенно в больших городах, в принципе, есть такие сервисы, особенно вот в Стокгольль, например, там сейчас вырастает поколение людей, которые не имеют машины, которых, в принципе, многие даже у них нету прав, потому что иметь собственный автомобиль в центре Стокгольма это дохлый номер. Не запарковаться очень дорого, за въезд в центр нужно платить постоянно, то есть намного проще либо метро воспользоваться, либо сейчас велосипедная инфраструктура тоже расширяется в Стокгольме, то есть растет новое поколение людей, которые осознали, что можно жить без автомобиля. Спасибо большое. Так, еще один вопрос от Константина Мазейна, который касается одиночных падений, есть ли аналогичная статистика по пешеходам и как она соотносится с падениями велосипедов? Да, по пешеходам тоже очень большой процент, по пешеходам там около 80% травм это падение. И причины, опять же, неровность дороги, бордюры и пешеходы, все люди когда-нибудь бывают пешеходами. Даже такие вот пожилые люди, они тоже, даже если там пожилой человек не может на велосипеде уже ехать, пешеход когда-нибудь куда-нибудь в магазин сходить, они идут. И для пожилых людей это серьезная проблема, потому что кости становятся более хрупкими и даже легкое падение может привести к серьезным травмам, особенно шейка бедра, например, когда человек от совершенно нормальной, достаточно активной жизни вдруг на год, на полгода становится привязанным к инвалидной коляске. Это действительно большая проблема. И еще есть такая проблема юридического плана. По официальному определению аварии там должно присутствовать транспортное средство. То есть велосипед это транспортное средство, а пешеход транспортного средства нету, то это как бы и не наша проблема. Но на самом деле чем отличается вид транспорта на ногах от вида транспорта на велосипеде? Это такой же равноправный вид транспорта и прийти или доехать из точки А в точку Б какой-то участок всегда будет в роли пешехода. Даже дойти от автомобиля до офиса, до дома своего, ты пешеход в это время. Это такой же равноправный вид транспорта. И сейчас на европейском уровне идет разговор о том, что определение транспортной аварии должно включать также и падение пешеходов. Потому это те те же люди дизайнеры города, те, кто отвечают за инфраструктуру, которые имеют все полномочия, все инструменты, чтобы решить эту проблему. Это опять же ровное покрытие, убирание льда, снега, отслеживание неровностей, бордюров и так далее. 80% серьезных травм. Спасибо, очень интересно, пугающе, честно говоря. Да, и тоже от Анны вопрос по поводу сенсоров на велосипедах, о которых вы говорили в конце выступления. Как это вообще работает? Сколько вы используете для этого велосипеда? То есть на всех ли пользователей велосипед это вешается или на какую часть? Пока это все, конечно, в разработке. То есть у нас есть небольшой проект с компанией, которая разрабатывает сами сенсоры. В принципе, это те же самые сенсоры, что и в обычном телефоне. Там акселерометр в три направления, вращение. Проблема с телефонами в том, что сенсоры не очень калибрированы. То есть если даже два телефона взять одинаковые модели, посмотреть, какие данные записывают, в одном кармане лежали, посмотришь на данные, они отличаются. Поэтому мы убедились, что с телефонами не очень хорошо работает. Вместо этого мы отдельная такая штучка, которая заряжается раз в неделю и она отслеживает. И у нас есть полный контроль. Мы знаем, что эти сенсоры показывают, насколько можно это отслеживать. Но пока это не коммерческий продукт, а вот у нас там 100 штук есть, мы их раздали велосипедистам и отслеживаем. Пока это больше развития самой технологии, самого метода, но в принципе нету каких-то таких технологических ограничений, почему это не может быть интегрировано в фитнес-браслеты, например. То есть тут скорее как сделать это привлекательным для людей, почему они будут носить такие сенсоры. То есть просто чтобы сделать вклад в безопасное движение, я думаю, для обычных людей это недостаточная мотивация. То есть должны быть какие-то дополнительные функции, например, мерить, как ты бегаешь, как ты на велосипеде ездишь, либо пульс отмеривать, и дополнительно вот эта функция, которая имеет отношение к безопасности. Спасибо. И у нас осталось совсем мало минут, практически их не осталось, но осталось еще три вопроса. Так что постараемся достаточно коротко ответить, если можно. Еще один вопрос от Константина. Ситуация с эпидемией как-то решается у вас с точки зрения транспортной политики, то есть есть ли какая-то быстро возводимая инфраструктура типа поп-ап, какие-то мероприятия специализированные сейчас и так далее? Ну я не скажу, что очень заметно это. Нет. Ну и Швеция, конечно, пролетела с прогнозами в начале весной. Надежда была на то, чтобы сделать коллективный иммунитет, который не очень удался. Сейчас вот опять на новостях было, что прогноз по числу заболевших опять там в разы отличается, то есть надежда была, что все будет гораздо лучше, оказалось хуже, и транспортники, я думаю, не очень готовы. То, что происходит, заметный очень спад пользования общественным транспортом, поэтому снижается частота, как часто автобусы, поезда ходят. В то же время заметно, что люди пересаживаются на либо на частные автомобили, либо велосипеды, скутеры используются много. Но у меня нет ощущения, что это какая-то целенаправленная транспортная политика, пока мы больше в роли наблюдателей. Спасибо. И еще вопрос такой, наверное, глобальный от Анны Кузьминой. Вывод из того, что вы говорили про дорожную инфраструктуру. То есть это значит, что нет ГОСТов по дорожной инфраструктуре, каждый муниципалитет придумывает что-то свое, или это касается только конструкции пешеходных переходов? Ну, шведские стандарты есть, но они не такого плана, как, например, немецкие либо американские, где просто куча таблиц, таблиц, таблиц. Шведские стандарты для загородных дорог там прописаны достаточно детально, а для города больше описаны основные принципы, то есть нужно понимать, как оно работает, как нужно планировать, вместо того, чтобы давать сразу конкретный ответ, там, ширина 3,5 метра, бордюр 3 сантиметра, вместо этого даются принципы самой работы, то есть ожидается, что инженер в городе он должен понимать, как оно работает, и с этими знаниями можно строить инфраструктуру, то есть какие-то основные понятия, ширина полосы, чтобы автомобиль влез в нее, это, конечно, есть прописано, какие радиусы поворотов, это все есть прописано, но больше свободы, то есть вот сейчас у меня есть контакты с минскими организаторами движения, они говорят, ну вот мы понимаем, что вот такое решение было бы хорошо, но его нету в гости, поэтому мы не имеем права построить, попробовать, в шведских условиях попробовать можно, то есть можно сделать какое-то изменение, если оно достаточно мотивированное, построили, посмотрели, работает, нет. Спасибо большое, и у нас осталось совсем мало времени, поэтому я задам наверное из вопросов, которые остались все-таки наиболее актуальны для нас на сегодня, потому что в Петербурге, ну если мы посмотрим на улицу, сегодня велосипедисты это в первую очередь службы доставки, которых очень много, мы все знаем, как они выглядят, и все знаем, что нужно быть осторожными, когда идешь по тротуару, потому что сзади может ехать как раз такой человек. И вот вопрос от Александра Василюха, взаимодействуете ли вы со службами доставки для получения данных, вообще, насколько это острая проблема в Лунде и в Швеции в целом, настолько ли как здесь? Ну, у нас есть такие сервисы, но я бы не сказал, что их очень много, то есть в общей массе велосипедистов, ну, заметно, что да, другая одежда, но как обычных велосипедистов больше. Но я думаю, вы сейчас затронули другую тему, это как интегрировать велосипедистов и пешеходов, потому что они достаточно разные. Вот я сейчас читал учебник где-то 90-х годов, там говорится пешеходно-велосипедный вид транспорта, нету такого. Есть пешеходы, есть велосипеды, и разница скорости там 20 км в час у них, то есть по-хорошему не нужно их смешивать. И каких-то таких эффективных решений, чтобы ограничить скорость велосипеда, нету, то есть для машин, например, положить лежачего полицейского, оно работает, они снижают скорость. Снизить скорость велосипеда, который хочет ехать быстро, невозможно. Лежачий полицейский просто приподнимаешь попу с седла и все, он совершенно не чувствуется. Поэтому хорошее, удачное решение это разделять пешеходов и велосипедистов. Причем разделять не просто нарисовать белую линию на тротуаре, что одни справа, другие слева, это не работает. А нужно разделять либо вот как в Копенгагене, когда вообще там улица в трех уровнях, нижний уровень это машины, потом чуть повыше это велосипеды, и потом третий уровень это пешеходы, то есть между ними бордюр. различия в высоте. Это такой наиболее эффективный способ разделять, либо хотя бы должны быть разные виды покрытия, то есть, например, для пешеходов это плитка, для велосипедов это асфальт. то есть, когда четко видно, что ты зашел не в свою зону, вот это твоя территория, это их территория. И даже внутри как бы велосипедного потока там большие различия, есть спортивные велосипеды, которые там разгоняются 30-40 км в час едут, они хотят быстро, есть обычные люди, то есть, пожилые люди на велосипеде, они едут 10-15 км в час, они тоже имеют право ехать, но получается, что внутри этого потока разность скоростей тоже 15-20 км в час, и это тоже проблема, это тоже проблема. Спасибо большое, я думаю, что мы будем уже, наверное, заканчивать, потому что мы уже немножко вышли из обещанного графика, поэтому поблагодарим Алексея за замечательный доклад и ответ на вопросы, которые не всегда касались лично вашей, я так понимаю, сферы компетенции, но все равно вы, по-моему, с блеском на все их ответили. И спасибо большое всем участникам.